Здарова народ! Добро пожаловать на обзор PlanetSide 2. Что игра себе представляет? Ну, это в принципе PvP с большим количеством игроков, до 1000 в общем счете. Главная цель это захват контрольных точек на глобальной карте. Графика в игре и спецэффекты на должном уровне. Есть возможность поездить на различные боевые техники, в том числе и воздушные. Менять класс персонажа можно прямо на поле боя в специальной установке. Имеются также некоторые виды имплантантов, которыми можно улучшить его персонажу. В целом, игра сделана очень неплохо. Правда, есть пара, но. Большой и открытый мир, он пустой. Обидно, честно говоря, мир сделан хорошо и красиво. И... О, тут самое интересное. Вот основное, что в этой игре, из-за чего я не совсем рекомендую в неё играть. Это чит программы. Ссылки я давать никому не собираюсь. Я их искал где-то часа полтора. Сидел тут, жопусь и надрывал. Так что нет. Ещё делать хуже игру тут смысла нету. Вам нужно. Вы ищите. Основные чит программы, которые популярны, это, как правило, стрельба в голову. Похожую я встречал в CS GO. Бот на определение врага. Тут также, кстати, есть очень любопытный. Он посвечивает красным. И общий бот с кучей функций. Он платный за подписку. Да. Люди не хотят платить и донатить в игру. А за бота всегда пожалуйста. Он не дешёвый. Ну как, относительно дешёвый, конечно. Функционал бота делает вас не богом, а просто убер-игроком. Плюс, что мне понравилось, так вы можете обратить внимание. Я играл, когда была ночь. Так вот, он может убрать ночь, превратить её в день. Прикольная фича, да? А стрельба сквозь стены, как вам? Мммм. А теперь объедините стрельбу сквозь стены. Плюс попадание в голову. Плюс видимость игроков. И в этом боте это ещё не все настройки. Там, насколько я понял, там можно вообще чуть ли не автоматический бой сделать. Да. Так что здесь, в этой игре будут рулить только те, кто купил бота. Да. Эта игра война ботоводов. И не надо тут мне писать, что нет ботов здесь удаляют. Знаете, мне всегда нравилось, когда мне рассказывали, что боты использовать нельзя, а там стим тебе по мак-адресу бан даст. Ни хрена он никогда не давал бан по мак-адресу. Сколько я читеров фрасти поугробили, сколько мы варки с обминами повыслеживали ядрить налево. Бесполезно. Они просто покупают, это народ платная игра. Они покупают новую игру, новый стим-аккаунт заводят и заходят, как ни в чём не бывало. Мы даже IP отсылали, чтобы стиму забанил. Да? Срать. Вот такие пироги. Игра очень хорошая. Но я из заботов и этих странных читерастов, честно говоря, играть в неё не буду. Я не знаю, как это вообще можно как-то поправить, но здесь единственный возможный способ поправить, чтобы админы следили за этим. Знаете, как фрасти следят? Покажите ко мне рабочий стол, мы посмотрим сейчас. Ну что ж, игра хорошая, как говорится. Ну тут, не знаю, можете попробовать поиграть. Может, вам хотя повезёт, вы не встретите читера. Ну, я что-то сомневаюсь. Здесь без читов. Честно, по-моему, только дурак не играть. Всем удачи, всем пока.